Ну а мы продолжаем наше доброе утро. А перед тем, как распланировать свой день, предлагаю вашему вниманию прогноз погоды. Западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 1, плюс 3. Днем 16-18 градусов тепла. Коллектор, жми на тормоза. Закон экономики. Чем глубже кризис, тем сильнее оплодятся коллекторы. Арифметика проста. Берем закредитованность населения, добавляем экономическую нестабильность, умножаем на безработицу и получаем растущую с каждым днем армию должников, не способных расплатиться по своим займам. Поэтому и логично, что растет число тех, кто должен выбивать эти долги. С 2016 года законодательством установлены правовые основы для данного вида деятельности, направленные на защиту прав и законных интересов должников. За правомерностью деятельности коллекторских и микрофинансовых организаций следит Федеральная служба судебных приставов. Заместителем главного судебного пристава республики встретилась Фатима Даурова. Много лет коллекторы были вольными стрелками и никому не подчинялись. Методы их работы с каждым годом становились все грязнее и изощреннее. Особо ретивые выбивали должникам окна, угрожали расправой, звонили родителям, бывали случаи нанесения вреда здоровью. Сейчас за деятельностью коллекторских организаций в соответствии с действующим законодательством следит Федеральная служба судебных приставов. Управление Федеральной службы приставов по Карачао-Черкесской республике контрольные функции осуществляет в виде проверок. Проверки могут быть плановыми, внеплановыми, либо документарными. Проверки внеплановые могут назначаться при поступлении жалоб, обращении граждан. В целях проверки достоверности, изложенных в них фактах. Права и обязанности коллекторов четко прописаны. Количество звонков и текстовых сообщений строго регламентированы, как и время обращения. Личная встреча может состояться только один раз в неделю и то по предварительной договоренности. Право переуступки долга должно быть прописано в договоре, и должник-гражданин должен обязательно быть уведомлен в письменной форме. Они не имеют права скрывать свой номер телефона, свое имя и название агентства, раскрывать информацию о займе третьим лицам, представляться сотрудникам госорганов, описывать имущество, брать в руки деньги. Все расчеты должны проходить через банк. И, разумеется, никакого физического насилия. И мало кто знает, что в случае возникновения конфликтных ситуаций, гражданин-должник может отказаться от взаимодействия с коллекторами и микрокредитными организациями. Должник-гражданин на любой стадии взаимодействия с коллекторской организацией либо с микрофинансовой организацией может отказаться от такого взаимодействия путем направления соответствующего уведомления в организацию взыскателя-кредитора. Каким образом направлять? Можно одним из трех способов. Через нотариуса с заказным отправлением с уведомлением о вручении либо вручить под роспись представителю коллекторской организации либо микрофинансовой организации. С момента получения коллекторская организация должна прекратить любое взаимодействие с должником. По обращениям граждан, Федеральная служба судебных приставов уполномочена проводить проверки. Так, например, с начала текущего года одна из микрокредитных организаций уже привлечена к ответственности за нарушение действующего законодательства. Буквально недавно гражданин обратился с жалобой Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачао-Черкесской республике, на основании чего должными лицами управления было проведено административное расследование, собран весь подтверждающий материал нарушений. Нарушение заключалось в том, что коллекторская, микрофинансовая, в данном случае микрофинансовая организация нарушила порядок общения с должником, то есть направила более двух смс-сообщений в день. Помимо этого, проинформировала образовавшуюся задолженность работодателя данного гражданина, что также является нарушением действующего законодательства, после обращения с жалобой и рассмотрения проведения административного расследования должными лицами был составлен протокол. В данном случае суд признал микрокредитную компанию виновной с назначением наказания в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. В случае, если возникли претензии к работе коллекторов и микрофинансовых организаций, граждане могут обратиться в Федеральную службу судебных приставов по Карачаево-Черкесии письменно, подав заявление через интернет-приемную или позвонив по номеру 21 39 23. Фатима Дорова, Алибастанов, Ислам Урума, Вести, Карачаево-Черкесия. Привольно раскинулась между речками Бежгон и Кефарь станица Старожевая. Основанная в 1858 году и уже второе столетие, она расширяется. И на сегодня является одной из самых больших населенных пунктов республики. О позитивных изменениях, заметных в станице, в последние годы. Репортаж Алладинаевой. Парк Единение, а так называется, благоустроенная территория в центре станицы Старожевая, рассчитанная для проведения досуга людей. Лавочки, горки, качели и тренажеры появились здесь несколько лет назад. А в этом году решили территорию дружбы и отдыха сделать еще просторней. Эта зона, которую мы сейчас реконструируем, она будет соединяться с той зоной, которая уже функционирует, уже отремонтирована. Здесь забор будет частично выбираться на территории Дома культуры, чтобы отсюда свободно можно было переходить на ту зону. И здесь работы по благоустройству уже идут. А так как тут установлены три памятника и рядом находится Старожевская участковая больница, планируется, что территория парка будет более тихой зоной для отдыха, чтобы люди, которые проходят лечение, могли здесь прогуливаться. Делится глава Старожевского сельского поселения Султан Чучаев. Также предусмотрена здесь площадка для варкаунта. Это турники для младшего возраста детей и уже взрослых детишек, которые уже серьезно занимаются. Благоустройство станицы начали в 2016 году. А завершить все работы и реализовать планы помогла программа «Комфортная городская среда», рассказывает глава станицы Султан Джамалович. Дать новый импульс развитию муниципалитета помогает федеральный проект. Рашид Борисович это повторял, говорил, что мы должны создать в муниципальных районах, центрах и так далее, центры притяжения для молодых, для старшего поколения и так далее. То есть благоустройство нашей парковой зоны – это необходимость. И в этом плане мы заявились на программу «Комфортная городская среда». Нас включили в эту программу. Площадь этого участка парка Единения в станице Старожевой примерно 50 соток. На 30% работы по благоустройству уже проведены, рассказывает ОС Бавов, прораб строительной фирмы «Новый век». Если все будет идти по плану, то к концу мая для большой и дружной интернациональной семьи станица Старожевая, численностью порядка 8 тысяч людей, будет благоустроено место для досуга. Аладинаева, Олег Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Зеленчукский район. Наша сегодняшняя гостья – многогранно одаренная творческая личность. Она реализует себя как в писательской деятельности, так и в журналистике и в театральной сфере. Она пишет книги, песни, занимается переводами, ведет драм-кружок. Алина Тикеева на данный момент работает во дворце детского творчества села Учки-Кен. И она не просто занимается с детьми театральными сценками, но и учит их, а зам русской родной литературы. И сегодня, в эти минуты в нашей студии, она расскажет моей соведущей Белле Джозаевой о том, как и почему она занялась литературным творчеством, какие темы ее больше всего волнуют, как она перевела классика Чехова на карачаевский язык и сколько у нее уже готовых книг. Доброе утро всем! Доброе утро, Алина! Доброе утро! Рада видеть вас у нас в гостях. Вы у нас первый раз. И я сегодня хочу наших зрителей познакомить с вашим многогранным творчеством. Вы человек очень одаренный и работаете во всех творческих жанрах. Для начала я хочу сказать, что вот с вашим творчеством я познакомилась в журнале «Мы – кавказцы». Я увидела интервью с вами, мне это стало очень интересно, и вот как бы мы сегодня с вами встретились. Вначале я хочу поговорить, наверное, о самом главном вашем увлечении – это писательская деятельность. Вот откуда это увлечение у вас началось? То есть даже не журналистика, журналистика, она появилась позже, насколько я понимаю. Именно вот писательство. Как вы начали писать? Еще в школе мне очень нравилось писать сочинения. Я любила читать стихотворения, выступала в районных конкурсах. И очень любила еще петь. И тоже выступала на смотрах самодеятельности. Где-то в 20 лет я начала писать. Началось это вообще с того, что мне приснился сон. Мой дядя Байчурав Магомед Кисхаевич, брат мамы, был писателем. И он уже как бы давно умер. И Аллах Чандид Лит Цин. И вот он зашел ко мне в комнату, дал мне три тетради, три ручки и сказал «Пиши». Я проснулась в холодном поту и была удивлена, о чем писать. Вот так вот думала. Потом через некоторое время я начала смотреть изменения природы, сезонов. И начала это все описывать. Так и начался у меня первый, ну такой небольшой рассказ «Свадьба в Черкесске». Называется. Позднее я уже начала писать, значит, ну мне сначала заказали этот роман. Начала писать криминальный роман. Он называется «Голубой топаз». И вот я его планирую писать в 11 книгах. И каждое название связано с драгоценными камнями. Там речь идет о любви криминального авторитета и модели. И продолжение, так сказать, их детей, внуков. А сколько вы уже написали? Я вторую книгу пишу. Ну, помимо этого, я знаю, что вы написали сценарий. Да. К фильму. Фильм, по-моему, называется «Айран». Расскажите об этом. Ну, фильм называется «Божественный напиток Айран». В этом фильме, ну, как все началось? Началось с того, что я встретила своего троюродного брата, Байчуров Мурат. И мы начали разговаривать, и я рассказала про свое творчество. Что я вот пишу, и он мне говорит, а ты сможешь сценарий написать? Я думаю, ну, там разница в книге и в сценарии небольшая. Разве что описание природы идет в книге. А в сценарии вообще, ну, пишется о действиях. Вот. Ну, согласилась династия Бачуров, попросила меня, значит, написать этот сценарий. И я согласилась. Сначала написала обычный сценарий, его отправили в Москву. Режиссер Фуат Шабанов прочитал и утвердил его. Сейчас на каком этапе работа над фильмом? Над фильмом я уже все написала. После этого меня попросили написать уже режиссерский сценарий. Мне было настолько интересно. Я открыла интернет, посмотрела, как это пишется. И в действиях 10-15 минут все описала этот фильм. Тоже отправили в Москву. На данный момент я знаю, что вы работаете в Доме творчества. Да. И самое интересное здесь, что вы ведете театральный кружок. Как же театр связан с вашей писательской деятельностью? И чему вы учите деток? Ну, мы в театральном кружке изучаем, не только там сценки ставим, а также мы изучаем театры мира, путешествия по театрам мира, по интернету. Еще очень любят петь дети. В основном они выступают на праздниках. Но из-за пандемии вот это и в последнее время у нас, ну, года два, наверное, больших праздников как бы не было. А так они с удовольствием выступают. Да. И все время спрашивают, когда же это закончится, когда мы будем выступать. Вы упомянули о том, что вы любите петь. Ну, еще одно увлечение, которое вас, как говорится, интересует, это рисование. Да. В каком жанре вы работаете? В основном я люблю писать пейзажи. Я вообще очень люблю природу. И даже в книгах, и в рисунках все время про природу. В основном люблю. Вы и писатель, вы и журналист, вы и театрал, вы и художник. А себя вот в большей степени кем ощущаете? Писателем. Наверное, исходя из этого, можно сказать о том, что вы перевели на карачаевский язык Антона Павловича Чехова. Да. Почему именно Чехов и чем он вам близок? Ну, его юмористические рассказы. Я также люблю писать в жанре юмористическом. Тоже на карачаевском языке написала несколько юмористических интересных рассказов. И в телевидении у нас в Учкекине попросили перевести его. Уже сколько лет говорят, что не могут никак перевести Антона Павловича Чехова произведение, предложение. Ну, я говорю, давайте я попробую. Ну, в общем, перевела. Это было, в принципе, и несложно. Ну, кроме этого, могу еще рассказать такой случай. Значит, мои племянницы, они в школу ходят, в садики они разговаривают на русском языке. И вот во втором классе моей племяннице нужно было выучить стихотворение Атаджурту про родину. Она карачаевский язык очень плохо знала. В садике они разговаривали все время на русском. И каждый раз, Алина, это что? Алина, это что? И мне приходилось что-то говорить, переводить. И вот пришлось, чтобы она поняла смысл этого стихотворения, перевести ее на русский язык, чтобы она поняла. Так вы занялись переводами. Да, таким образом. Вы сказали о том, что вас очень вдохновляет природа нашего края. А что еще? Что помогает вам творить? Ну, вообще, еще я пишу про своих дедушек. Вот. История интересная? Да, история интересная. История наших предков. Каждый народ должен знать свои корни, свои обычаи, традиции, свой национальный костюм, национальные блюда, чтобы это не забывалось. Не забывалось. Своим многогранным творчеством, что вы хотите сказать своему читателю, слушателю, зрителю? В первую очередь, вот как творческий человек. В первую очередь я хочу сказать, чтобы нынешние и будущие поколения знали историю своих предков. Про депортацию карачаевского народа я тоже написала. И этим хотела читателю преподнести, какую трагедию они пережили. Что нельзя это все забыть. Ничто не забыто, а никто не забыт. Ну что же, я желаю вам успеха дальнейшего во всех сферах деятельности, которыми вы занимаетесь. Спасибо вам. Спасибо взаимно вам тоже. Завтра в это же время жду вас у телеэкранов, но в 14.30 смотрите информационный выпуск «Вестей» Шерифа Атлепшокова. И хорошего продолжения дня. До встречи. Кавказ за наш. Не поджигай траву. Польза от поджога сухой травы – опасный миф. К тому же это нарушение закона. Огонь может перекинуться на деревья, дома, целые населенные пункты. В опасности не только лес, но и твоя жизнь. Туши костры, убирай мусор. Пожар легче не допустить, чем тушить. При обнаружении пожара звони. 8 800 100 ровно 94 00. 20 00. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok